Добрый день! Я являюсь сотрудником салона красоты и здоровья Лотос, который находится в Самаре. Вот меня у Мары в Ливе. Хочу немного рассказать о том, что у нас происходит в нашем помещении и, собственно, в государстве нашем. Дело в том, что 2 июля некий господин Мусорин замуровал наше помещение. Единственный наш выход из нашего помещения. У нас тут были и сотрудники, у нас тут находились и клиенты. То есть в рабочее время, совершенно не имея на то никаких законных оснований, он преспокойно заложил нашу входную дверь. Мы не стали спротивляться физически. Там, с той стороны, было их 5 человек. То есть трое из них, трое мужчин, две женщины. Поэтому деляли они себя очень нагло, очень смело, очень агрессивно. Мы вызвали на эти действия сотрудников полиции. Полиция ехала очень долго, надо сказать. Они не спешили, причем они находятся тут рядышком с нами. Когда приехал сотрудник полиции, мы с ним поговорили через окно, потому что по-другому нельзя было уже. Дверь практически заложили. Когда мы с ним поговорили, он относится объективно, сказал, что да, это первое на его практике, что действия этого Мусорина незаконны, и он сейчас разберется. Когда он зашел в помещение поговорить с Мусориным, с которым рядом находился молодой человек, который вел себя достаточно смело, и Мусорин в присутствии вел себя смело. Мы так думаем, все-таки предполагаем, что это сотрудник ФСБ структуры. И поговорив с этим сотрудником, полицейский уже изменил свое мнение, причем, конечно, вызвал свое руководство. Приехало руководство, и вот сообща, в присутствии сотрудников полиции, в присутствии сотрудников ФСБ, как мы полагаем, господин Мусорин нам смело заложил нашу единственную входную дверь. И когда уже там осталось где-то два ряда до потолка, сотрудник полиции нас спрашивает, ну что вы выходить не отказываетесь, и смело заложили нам после этого дверь. В помещении нет больше выходов, только аварийные, это окна с решеткой, достаточно высокий этаж в футе первой. Ну, лично я выходить не собираюсь, и, в принципе, и не могу, потому что у меня перелом, операция, я после операции на ногу. Поэтому второй раз ногу я ломать не хочу. Нахожусь я здесь уже со второго числа, безвыходно. Причем, в девятый день я голодаю, в знак протеста против этого произвола. Все наши сотрудники требуем, чтобы была принята объективная, так скажем, оценка данной ситуации, объективное решение этой ситуации, наказание виновников, потому что замуровали нам все совершенно без этих на то оснований. Тот судебный процесс, который у нас идет, он перенесен на 2 августа, то есть решения еще нет. Поэтому УСОЖН действовал точно, незаконно, не имея на то никаких оснований законных. И мы подали заявление к всей инстанции соответствующей, мы подали заявление в 9 отделение полиции местное, откуда приезжали, кстати, сотрудники, которые присутствовали при зумуровании, и оттуда нам вступил отказ. Пока мы отказ этот не видели, нам обещали его отправить по почте директору. Но как бы нам отказали признать действием УСОРина, так скажем, самоправством. Пока никаких объективных ответов мы не услышали и не увидели. Голодать мы будем продолжать. И мы все-таки надеемся, что мы находимся в правовом государстве. Пока на данный момент мы видим, так скажем, ситуацию совершенно другую. Что с участием полицейских, силовых структур, просто заживо замуровали людей. И их вверх пока предпринимать не собираются. Ну, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok